Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2004 года, воплощенного на Земле. 1, 2, 3. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК, Андрей выходит из биоробота, становится рядом. Если в биороботе находятся чужеродные голограммы или копии, артефакты, все это выходит, становится видимым. Вышла тонкая копия. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Андрея в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Андрея поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Андрея, интересуемся готов ли он к диагностике, доверить ли он нам свое биополе на период сеанса. Он к нему подходы делал, уже с контрактом заключить лично ему. Ну и как, заключил? Обещает много ему, что-то дает. Хорошо, он нам дает разрешение на работу. Кивает. Хорошо, и я даю команду, значит, Рискэнер начинает сканировать пространство над головой, выстраивается в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Скэнер сканирует все семь тонких тел, Андрея находит все. Демона этого он видел. Ну и что он по этому поводу думает? Ну ему сейчас очень неприятно, он как между двух огней. Огонь на самом деле один. Демоном он общался уже. И вроде нам согласен, тоже дал на чистку. Поэтому он, ему неприятно сейчас. Он сконфужен, скажем так. Нас трудно провести или обмануть, поэтому... Да, во всяком случае, это даже не нас, вы себя обманываете. Демонские энергии в нем. Демонические есть, да? Ну да. Хорошо, ждем скэн, окончание. У него рахнует тоже, как у всех остальных. Ну да, там с квартиры. В семье дракон, красота синий. Хорошо, одна голова. Так, две головы. Подожди, три головы у него. Заплетены две. Три головы. Одна маленькая. Она считает цифрю над головой дракона. Какой? У всех. 32, 84, 17, 86 и 18 у самой маленькой. Это вообще новорожденные. А они ему показывают, как демонический мир влияет в человеческую расу и душу. Душу. И о роботе. Ну и как 18-я голова, в смысле третья голова, самая младшая, как она поняла урок? Как влияет демоническая энергия? Слаб человек. Дракон, как долго ты находишься в этом биополе? Два года. Два года. То есть пришел с какой целью? Обучением младшей головы? Да, интересный экземпляр. А чем он так интересен вам? Объясни мне. Где вы видите, вот с точки зрения драконов, его слабые места? Мне интересно, ваши точки зрения. Сломленная душа. Сломленная? Да. Но сломленная душа – это самое страшное, что есть. Это когда душа перестает бороться. Она и не пыталась. И не пыталась даже. Страх. Страху не противостояло. Сковал его страх, а он даже не боролся. Правильно я понимаю тебя, дракон? Правильно. Но я позже пришел. Ну, понятно. Хорошо. Мне нужно было узнать цель твоего прихода сюда. Арахноид, как долго ты находишься в этом биополе? А я объясню. Давай. Дракон, подожди. У него сами по себе тяжелые энергии души и демоническими энергиями они просто усугубились. У нас был такой случай. У меня тоже нелегкие энергии, тоже. Говорит, вот ты знаешь, о чем я говорю. Я знаю, просто ему нужно было определиться, в какую сторону он идет. Я свой выбор сделал, а он не знает, в какую сторону идти. Мы эту ситуацию уже сейчас увидели. Этот конфуз его, когда он увидел этого демона. Оказывается, они знакомы. Будем дальше разбираться. Благодарю, дракон, синий. Так, у нас синий дракон, трехглавый арахноид. Кто еще, Вера? А, подожди. Дракон говорит, что, отторгнув страх, темноту, твоя воля, он все может. Он может поменять любой момент. Это космический закон. Абсолютно верно. Меня удивляет, что даже драконы это понимают. Даже в 18-ти, самая маленькая голова 18-та понимает, а взрослый человек не понимает этого. Это, конечно, печально. Хорошо, Вера. Мне кому объяснить. Ты знаешь, дракон, мне кажется, каждый человек все-таки в душе догадывается, где темное, где светлое. И эти перекрестки в жизни, как мы их называем, когда у человека всегда есть выбор, какой путь выбрать. Или идти путем света, или путем страха, или путем темноты. Для него еще все возможно. Безусловно. Он еще очень молодой. Ему все это, конечно, может получиться. И переходим к нашей работе. Так, сколько у нас каналов? До тех пор, пока он вредит только себе. Как он начнет вредить кому-то другому? Будет поздно. Путь назад будет закрыт. Перекрыт. Хорошо. Мы надеемся, что мы еще тот момент застали, когда он не начал вредить другим людям. И тем самым отягощает вообще всю свою судьбу. Я немножко усугубил. Всегда можно пересмотреть свои взгляды. Но черное пятно, оно останется. Согласен. Но ты знаешь, вот этот процесс обучения, когда человек все-таки понимает какие-то уроки в жизни, это делает немного больно на каком-то этапе. Но это очень быстрое понимание, это осознание приходит, что человек сделал правильный выбор. Да, было чуть-чуть больно, но он сделал правильно. Он идет в правильном направлении. Там нет страха, там есть вера в свои силы. И уверенность в том, что он делает правильные вещи. Ты решает и выбирает сам. Да. Здесь мы ничего не можем сделать. Здесь Андрея выбор. Хорошо, Верочка. Теперь мы переходим к работе. Арахноид, синий дракон. И кто еще у нас? Ну, у нас опять этот. Здесь, как у мамы, был вампир. И у него сидит вампир. И у него сидит еще демоняк. И еще один. Нет, бес. Восьмегерцовая? Да. Считает цифры. Восемь герцовая. Хорошо, бес. Тебя демон послал, да? 42-герцовая. Но он стоит тоже здесь. 42-герцовый. Бес с одной стороны у него. С другой стороны вот этот, как летучая мышь. Большая. Черными крыльями. Летучая мышь. Вампир, как он говорит. Я помню, у нас был один, по-моему, 38 или по-моему, под 60 герц демон. И у него вот эти были овчарки. Были у нас змеи, которые кусали. Мыши были. Мыши у нас были. А вот вампира я еще не встречал демона. Но я понимаю, они даются вам от определенного уровня, да? От определенной герцовки. Нужно приручать. Нижние не могут. А, то есть ты еще это воспитывал, да? Да. Хорошо. Должен меня слушаться. Ну, я понимаю. Но поскольку органическое оно, я не буду никого уничтожать. Поэтому ты заберешь своего вампира, когда мы закончим всю нашу процедуру сегодня. В процессе я тебя подкармливаю, как ты просил. Хорошо, поехали дальше. Все, объявляю процедуру. Сейчас начнется реверс энергии. После этого вы вытащите все. Мы все проверим. Все, кто пройдут проверку, уходят на свою чистоту. Все, кто попытается обмануть, будут наказаны. Я не желаю никого наказывать. Поэтому общайтесь культурно. Отвечайте на вопросы, не обманывайте. И я даю команду тонкой копии Андрея спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственные за чужеродную негативную и патогенную негативную низковибрационную энергию в его биополе 1, 2, 3. Каналы выстраиваются. В сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Всей чужеродной патогены низковибрационной энергии от всех негативных программ, негативных мыслеформ пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Андрею. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Арахноэд, как долго ты находился в этом биополе? Год. В квартире зашел? Да. Понятно, хорошо. Синий дракон сказал два года. Так, вампир, как долго ты находился? Как его называть, вампир или как его называть, демон? Я не знаю этой сущности. Это смесь демона и вампира. А сколько герц у него? Почему у него нет цифр? Анна Верочка считает цифр. До 10 герц они. До 10 герц. То есть он где-то на уровне... 8-9. 8-9 герц. Это частота, в принципе, бесовская. До 10 герц. Я понимаю, это переходной какой-то этап. Такой между бесом и демоном, правильно? Отдельный. Отдельный. Скрещенный вид. Гибрид. Прерученный. Понятно, понятно. Но у него нет столько интеллигенции, как у тебя, да? Он выведен для определенного дела. Понятно. Он делает только свое дело, это твой инструмент. Отсасывать энергию. Носить. Выносить. Раздор? Сметение. Страх. Раздор. Понятно. Но он это показывает, как такую клубы темной энергии. То есть он в состоянии еще влиять этой своей энергией, которая у него есть, на свое окружение. Благодарю за информацию. Хорошо. Ждем окончания реверса. Я удивлен, что всего 4 канала. Хотя космическим там и места нет. Это довольно сильный сидит дракон. Арахноид занял свою позицию. А Анис полностью забрал вампир из бес. Вера, у нас же там в комнате еще гуманоид стоит, да? Какой гуманоид? У Татьяны. Подожди, у нас клетка такая длинная. Здесь стоит еще Леха. Висит Татьяна. Татьяна, вот этот гиря. Гиря. Правильно, хорошо. И я даю команду, это гиря идет на Леху. 1, 2, 3 и пристегивается на то же место, где Леха установил ее. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Отпусти меня, он говорит. Да, подожди, Леха, давай закончим уже дела. Я, конечно, тебя отпущу, никуда и не денусь. Реверс закончился. Хорошо, устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Леха хотел сказать. Андрей забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последнего капли возвращает. Андрей себе обратно. Он, хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Итак, гуманоид у нас там находится в клетке, да, Вера? В Сильвеса. Да. Ли, я прошу Ли выйти на связь. Да, она здесь. Я приветствую тебя, Ли. Я прошу тебя, пожалуйста, посмотреть его гуманоида. У нас сегодня такой тяжелый случай. Он установил конструкцию, конструкция тоже там должна находиться в клетке. Он с Сильвеса пришел, ловец душ, сидел три года в ребенке. Поделили они вместе с демоном сферы деятельности. И я был бы тебе, конечно, признателен, если бы ты его забрала отсюда. Она забирает, никому не позволено забирать душу. Согласен. Но гуманоиды себя ставят выше мироздания. Забирает. Хорошо. Конструкцию. Что с ней? Уничтожить. Открывается портал галактической ядры под конструкцией. Она улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатай, растворяй. Хорошо. С этим мы закончили. Гиря, у нас, значит, должен остаться 42-герцовый демон и Леха с гирькой. Леха, а что ты не боролся-то против демона? Да как? Это ж не мой контракт. Меня в известность поставили. Ну, я тебе могу сказать, что это не контракт твоих детей был, а мы расторгаем контракты. Если бы ты захотел прервать родовой контракт, мы бы его расторгли. Ты просто должен знать об этой возможности. Ты к нам не обращался за помощью, мы, соответственно, не имеем права вообще ничего делать. Ты являешься практически сейчас единственным носителем этого контракта сегодня, Андрея. И Святослава мы полностью почистим, и все замкнется опять на тебе. Говорит, что у меня есть еще дети. Я боюсь, что у них то же самое, что ты сейчас наблюдаешь своими глазами. Точно такие же подключки. Ты, к сожалению, везде посеял столько горя. А я-то при чем? Ты мог разорвать этот круг. Конечно, они бы сопротивлялись. Он сказал, что я умру, если разорву этот круг. И показал мне это. А ты испугался, да? Я жить хотел. Я молодой. Что там случилось в твоей жизни, когда ты заключил с ним контракт? Покажи эту ситуацию. Показал смерть мою. Он тебе показал смерть. То есть эта ситуация тебя испугала. Где ты его увидел? В состоянии переходном. То есть он тебе проявился и показал тебе, испугал тебя и сказал, что ты умрешь, да? Пьяный был. Ну, когда пьяный человек понижает очень сильно свои вибрации, соответственно, это облегчает очень легко. А у него 42 герца. А у тебя, когда ты пьяный 6 или 7, ему зайти в тебя, он через тебя пройдет. Для него нет никаких препятствий, кроме твоей, собственно, защиты, твоей веры. Тогда он мне и сказал, что нет у меня выбора. Давно заключен контракт. Леха, у тебя есть выбор. Даже сейчас есть выбор. Я тебе серьезно скажу. Мы можем то же самое сделать и с тобой, освободив тебя от этого. Если ты, конечно, это сам осознаешь. Проверс закончил. Хорошо. Выходит сейчас бес, отключает полностью все, что он оставил и докладывает о готовности к проверке. Бес, скажи мне, есть лярвы где-то в биополе? На спине. На спине. Хорошо. Я спрашиваю 42 герцового демона. Демон, это твоя лярва, которая у него на спине висит? Или это беса лярва? Кому ее отдавать? Ему 42 герцового. Хорошо, значит, тогда бес выходит сейчас, полностью отключается, докладывает о том, что он отключился. После этого я дам команду. И он снимет эту лярву, бес, и отнесет 42 герцовому демону. Приступай, бес. Скажи мне, демон, а что с этим Лехой будет после чистки? Жить дальше будет. Ну, понятно. Ты же понимаешь, мы-то здесь контракты расторгли. Значит, он практически остается последним, кто замыкает эту цепь сейчас, да? Есть у него еще дети. Он уже тебе сказал. Он сказал, я ему об этом тоже сказал, что все эти его контракты перешли на новых детей. На всех детей. На всех детей. Кошмар. Но не на этих, которые мы сегодня почистили. У них нет больше контрактов. Они заявили свою волю. Кто они? Поставили намерение. Кто они? Дети. Его новые дети? Новая семья ты имеешь в виду, где он живет сейчас? Нет. Он говорит за тех, кого мы чистили? Тот, кто уничтожил контракты сегодня, изъявили намерение. Да. И выставили свою волю. Абсолютно верно. Все, я тебя понял. Воля будет поколебима, контракт вернется. Хорошо. Имеет в виду, что к ним будут подходы. Я знаю, да. Мы должны сказать на этом месте, Андрей. Вам будут еще подходы. Вас будут опять пытаться пугать. Я вам уже объяснил, что все эти страхи абсолютно направо. Никто не может ничего сделать, если вы ничего этого не хотите. Если ваша... Да. Вот. Поэтому будьте к этому готовы. Но не бойтесь этого. Вы взрослый человек. Вы сильнее любого демона. У вас есть то, что у него нет. У вас есть частичка Абсолюта. Частичка Творца. Если вы научитесь ей пользоваться, никто к вам не подойдет. Ваша мама Ангел. Так что не все потеряно. Работайте над собой. Все будет хорошо. Итак, бес все забрал? Да. Давай, снимай лярву. Отдавай своему шефу. Да, готово. Так, как с этим вампиром делать? Мне его не хочется выпускать. Я даю команду, значит, три. Включаю внутренний белосвет Андрея. Один, два, три. Он выдавливает все, что осталось на чистоте вампира-демона. Все его подключки. Все, что у него осталось. Все энергии этого вампира. Все выходит и формируется в шар. Этот вампир, он как суккуб на нем. Только у него другие... Я вижу его с этими крыльями черными. Другие энергии затронуты. Да, скорее всего, это как вот суккуб, инкуб, вампир и все остальное. Веселый мир, темный, богатый на фантазии. Пошло. Хорошо, открывается портал. Галактическое ядро все улетает на переработку в чистую первичную энергию. Обращаясь к синему дракону. Синий дракон, выходи. Вытаскивай все свои платы. Отключайся полностью. И докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. Ну, у него горло. Третий глаз. Картинки демонстрировал, да, дракон? Горло, он как привязан. Синхронизирован, что ли, с ним. Конечно. Держится за него. Готов. Хорошо, и арахнует у нас остался. Арахнует, выходи, вытаскивай всю свою паутину. Все, что ты оставил. И докладывай о готовности к проверке. Ну, вот он хорошо за голову держится. Пальцы, ноги, как назвать, как иголки у него вставлены в голову. А, это больно знакомое. Это мигрени страшнейшие. Протыкают, когда они все семь тонких тел. Вот синоним слова мигрень. И причина всех головных болей. Маленькие, да удаленькие. Шлину накинута у него на плеч. Все, снимай, арахнует. И как ты за год так все успел? Готово. Я даю команду на рассинхронизацию. Энергия Андрея. С энергии арахнуета синего дракона. Готово значение 100%. Готово. Хорошо. Так, я даю команду на проверку. Скэнер сканирует и проводит контрольную проверку. Один, два, три. У него тоже страх. Страх. Включай внутренний белосвет Андрея. Один, два, три. И на счет три. Начинай выдавливать из него все энергии страха. Один, два, три. Все патогенные энергии. Отвращение. Все нездоровое. Все, что выработано им самим, выходит и формируется в шар. Один, два, три. Выдавливает до последнего микрона, помогая ему своей энергии. Дай ему сколько необходимой энергии, чтобы он выдавил весь этот страх из себя. Этот страх ему слабость дает. Конечно. Страх есть слабость. Страх это недоверие. Непонимание. И лишь только когда он может противостоять этому страху, у него сила появляется. Поэтому он не знает, откуда она берется, физическая сила. Вот сопротивление. Нужно внутри себя вот эту силу, как стержень, сформировать. Вместо страха. А у него получается он внутри пустой. Энергетически он пустой. И вот сила, она физическая приходит. Вот как. Мы, да, ему энергию убрать страх. Нужно энергию усилить внутри себя. Хорошо. Это означает одновременно рост духовный, осознанное решение. Здесь Андрей может только сам дальше этот путь пройти. Шар. Шар готов. Большой шар. Шар как меч. Демон забираешь? Да. Отправляю демона. Хорошо. Подхожу к Андрею, кладу руки на плечи. И даю импульс. С высокой аббрационного шока удары, сжигая все каналы ко всем интерферентам. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Все каналы улетают на переработку. Все отстегнулось? Нет. И что осталось? Демоном. Канал остался. Хорошо. Да, конечно. Там контракт. Хорошо. Открывается портал. Портал открыт. Улетают те каналы, которые отбиты. И на переработку они ушли. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Так. Все проверку прошли, Вера? Кроме этого канала, да? Проверку прошли. Сканер показывает зеленый. Понял. Арахноид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Арахноид забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Синий дракон. Я хочу получить у тебя слово синего дракона, что ты больше не придешь в это биополе. Даю слово. Сорок получил. Благодарю. Мы тоже получили. Если ты хорошо объяснил ситуацию, я думаю, человек поймет, о чем и шла речь. Благодарю тебя за эту информацию. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. И синий дракон забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Вампир готов уходить? Готов, но он неосознан. Неосознан. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте вампира. Он уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Птица рычит. Нашел. Хорошо. Ставь огненную пентаграмму. Бес. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Один, два, три. Бес забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяйся в огненную пентаграмму. Поехали дальше. И до времени он ушел. Ну, такой ничего не получил. Ничем не поживился. Да, ну, у тебя он шеф стоит. Так что все претензии к нему. Сами между собой будете разбираться. Я же не буду вам лярвы делить. Хорошо. Переходим на чистоту магическое воздействие. Если таково есть или было, оно проявляется. Нет магии. Переходим на чистоту негативной игры. Гермешающей жизнь, судьбе и здоровье физическому, энергетическому. Да, есть. Готов с ними расстаться? Да. Но он расстанется, если надо. Если надо. Музыку он тяжелую слушает. Хорошо. Андрей, я вам объясню. А эта музыка, которую вы слушаете, тяжелая. Это музыка на чистоте демонов. Вы хотите этого 42 герцового назад? Вроде нет. Если вы не знаете, кто тогда знает. Андрей. Он пока ничего не понял. Так говорит. А я вас спрашивал перед сеансом. Поняли ли вы, о чем идет речь или не поняли. Вы написали, что вы поняли. Я понял, но по-другому себя еще не чувствовал. Еще не с чем сравнивать. Сравнивать ни с чем. Ни с чем сравнивать, потому что мы еще только все выводим. Хорошо. Поехали дальше. Вы готовы отключить эти эгрегоры, да или нет? Да. Открывается. Сейчас подхожу к Андрею, кладу руки на плечи. Даю ему импульс. Высокое аббрационное шоку удара. И он отсекает от себя все негативно воздействующие на его жизнь, здоровье и биополе эгрегоры. Удар. Открывается портал. Галактический ядр. Эгрегор улетает на переработку. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Андрей должен взять ответственность за свою жизнь и выразить это намерение. Он готов это сделать? Да. Я говорю, вслухая его тонкая копия, пусть повторяет за мной. С оглашением, контрактом и договором. Выходят договора? Контракт Рода вышел. Хорошо, контракт Рода. Он готов с ним расстаться, аннулировать? Он говорит, это что еще такое? Я ничего ни с кем не заключал. Аннулировать. За вас заключили, Андрей. За вас заключил один из ваших дедов или прадедов. К сожалению, этот контракт идет у вас родовой. И вот за этим контрактом пришел как раз вот этот демон. Берите его. Хорошо. Это ваше твердое, осознанное решение? Конечно, не нужно мне никакие контракты. Я только жить начинаю. Повторяйте за мной. Пошел возврат энергии, если таковая. Есть. Есть энергия. Забирал этот контракт у него. Отлично. Вернулись? Да. Открывается воронка в галактическое ядро и производит сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Аннулировано. Закрывай, опечатай, растворяй. К нему какая-то мягкость вернулась. Теплота душевная. Ну, если он будет слушать металл, то, соответственно, это все очень быстро вернется. Готово. Отлично. Хорошо. Демон мы закончили на сегодня. Других заказов у меня не было. Поэтому у меня нет оснований тебя больше здесь задерживать. Я думаю, ты остался довольным сегодняшней нашей встречи. И то, что мы нашли общий язык. И ты не быковал, а отвечал на вопросы. Поэтому я доволен этой встречи. Не знаю, как ты. Я готов тебя отпускать. Ты готов уходить? Он говорит, что я хочу припомнить. Давай. Подходы будут. Мы говорили... Включая что? Суккуба подсылать они ему будут. Суккуба будут подсылать. Хорошо. Андрей, будьте в курсе. Вам будет подсылать суккуб. Суккуб ответственный за сексуальное влечение и фантазии. Если вы в этом моменте начнете себя контролировать, то... Бесов. Алкоголь. Алкоголь. Если вы будете напиваться до умопомрачения, а не упивать одну рюмку и на этом заканчивать, то, соответственно, вы открываете опять двери. И у вас есть, к сожалению, такая опасность. Она больше, чем у других людей. У вас есть контракт, который мы, правда, уже аннулированы. Но пока живет ваш отец, соответственно, существует опасность, что этот контракт перейдет на вас, если вы неправильно себя будете вести. Мы очень надеемся, что вы измените свое поведение, осознаете, поймете, что вы делали неправильно, чем вы открыли дорогу другим сущностям. Что-то зависит от вас, что-то не зависит от вас. Но там были такие слова сказанные, что... Прослушайтесь, а сами поймете. Я не хочу ни в коей мере вас критиковать. Поэтому, я думаю, вы, взрослые человеки, с этим разберетесь. Хорошо. Демон, ты готов уходить? Или тебе здесь... Отпускай же энергии, а не бесконечно. Ну, конечно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. На счет 3 запускаем процесс активации идентификации. Пошел процесс. Он говорит, как приятно слово душа. Такое обыденное и такое новое. Я начинаю чувствовать свою душу. И это приятно. Готово. Пусть тонкая копия Андрея вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 500. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Андрея до числового значения 500 Гц. Пошел подъем. У него есть детские теплые воспоминания какие-то. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Андрей. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Здорово чувствую. Теперь важно будет удержать эту чистоту. Для этого вам придется работать. Мы говорим сразу. Мы должны каждый день с утра заправлять себя этими энергиями. 300% энергии, 26 Гц. Представляет себе, как эти потоки опускаются в вас, как поднимаются. Посмотрите наше видео. Если вам будет интересно, мы всю эту информацию уже давали неоднократно на нашем канале. Вы посмотрели всего одно видео, поэтому я, в общем-то, и спросил, в курсе ли вообще, чем мы занимаемся. Сейчас будем возвращать вас назад в Биоробот и синхронизировать все энергии. И они будут передаваться на физический план. Через пару дней вам намного станет легче. Держите чистоту мыслей, чистоту энергии, чистоту вибраций. Ни в коем случае не слушайте и не смотрите негативные вещи, которые вызывают понижение вибраций. К такому же относятся металл и фильмы ужасов. Если вам дорога ваша жизнь, ваша судьба на Земле, и вы хотите ее прожить счастливо, то вы можете ее прожить. Я понял, я уже. Хорошо. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Андрея в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Все энергии переходят с тонких тел на физический план. Он синхронизируется и гармонизируется на всех уровнях. Странные вибрации. Странные? Другие, чем были. Не могу их описать. А чем они странные, я не совсем понимаю. До этого, которые были, тянули меня к земле, придавливали, негатив несли. Да. Эти тоже тяжеловатые, но приятные, какие-то родные. Замечательно. Не могу объяснить. Я понял вас без проблем. Я понял. Живите с этими энергиями. Это чистые энергии, которые вы имеете право на них. И вы имеете право получать их по своему волеизъявлению. Поэтому работайте над собой. Сделай приятно. Отлично. Держите эту чистоту. Отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Пошел, прием. Да, я на месте. Отлично. 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 Отлично.